Точно свежливость королей, да? Начинаем работу нашей секции. Прежде чем предоставить слово лектору, я хочу напомнить, что у нас идет голосование по лучшим докладам, по лучшим лекциям. Поэтому я прошу вас принять участие в этом голосовании. А сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово Сергею Юрьевичу Стремоухову. Вот тема лекции обозначена. Пожалуйста, Сергей Юрьевич, вам 40 минут, чтобы еще 5 минут осталось на вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за теплые слова и представление текущей лекции. И также я хотел поблагодарить арт-комитет и программный комитет конференции за возможность выступить с докладом и представить свои результаты, которые были получены на протяжении продолжительного времени. То есть это некий такой обзорный доклад по методу, который мы развиваем, и по тем результатам, которые были получены с помощью данного метода. Тема сегодняшнего доклада является неподтурбативной теорией взаимодействия атомных систем с интенсивными лазерными полями. Так, нам куда? Прогресс в области лазерной физики открыл исследователям уникальные возможности с точки зрения исследования взаимодействия лазерного излучения различных интенсивностей, различных спектральных диапазонов, длительностей и других параметров лазерного поля с веществом. И в связи с этим появился некий вызов к тем теориям, которые могли бы описать результаты такого взаимодействия. И вот здесь представлена некая шкала интенсивности, на которой выделены такие некие характерные области. Первая область — это область таких полей, лазерных полей, когда амплитуда электрического компонента электромагнитной волны существенно меньше внутриатомной. И здесь хорошо, соответственно, развито большое количество теорий, основанных на предположении малости гамильтонианного взаимодействия по сравнению с гамильтонианом, невозмущенным гамильтонианом исходного уравнения Шрёдингера. Вторая область, которая также хорошо получила свое теоретическое осмысление, это область, когда обратно амплитуда внутриатомная, амплитуда кулоновского поля по отношению к амплитуде электрического компонента электромагнитной волны тоже является малой величиной. И там, то есть это наоборот, высокоинтенсивные лазерные поля, электрические поля. И в этих полях при описании взаимодействия излучения с веществом гамильтонианом и с невозмущенным гамильтонианом можно пренебречь. И, соответственно, развиваются такие литивистские теории. А есть область, которая находится между этими полями, когда интенсивность лазерного поля сравнима с внутриатомной величиной, или напряженность электрического компонента электромагнитной волны сравнима с напряженностью электрического поля, создаваемого ядром на, соответственно, орбите вращения электрона. Это примерно 5 на 10,9 вольт на сантиметр, при которой эти величины гамильтонианом, они соразмерны. И пренебречь одним не представляется возможной. И, соответственно, амплитуда от этого отношения Е к иатомному становится порядка единиц. И эта область, она для того, чтобы описать взаимодействие излучения с веществом, а в первую очередь на квантомеханическом уровне взаимодействия, описать динамику электронов в поле электромагнитной волны, в суперпризионном поле электромагнитной волны и кулоновского потенциала ядра, необходимы непритурбативные подходы. И среди этих непритурбативных подходов, ну вот, мы выделяем наше приближение, которое называется дурелитивистским, которое хорошо описывает, как притурбативные подходы, хорошо работают как в области Е, как в области слабых полей, так и в области колотомных полей. Среди методов, среди явлений, которые происходят при взаимодействии интенсивного лазерного поля с веществом, в первую очередь с атомом, с газами, выделяют такие процессы, как генерация гармоник высокого порядка, и если, соответственно, то есть это преобразование излучения, лазерного излучения в коротковолновую область, то есть в результате взаимодействия атома с электромагнитной волной рождаются в спектре отклика атома, рождаются сигналы на кратных частотах. Если это одночастотное поле, то это третье, пятое, седьмое, девятое, если двухчастотное поле, то вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Если мы исследуем взаимодействие, да, и, соответственно, вот этот процесс генерации гармоник высокого порядка, как правило, ассоциируется с откликом одиночного атома, связан с динамикой валентного электрона. Другим интересным явлением, которое происходит при взаимодействии излучения с веществом, с атомами, с газами, с плазмой, является генерация торгерцового излучения. Она может быть как в одночастотных полях, но вот в нашем случае, если и лучше работает, если мы исследуем взаимодействие отлика атома на воздействие двухчастотного лазерного поля или отлика среды на воздействие двухчастотного лазерного поля, происходит процесс, похожий на процесс четырехволнового смешения, в результате происходит генерация излучения на нулевой частоте, и такие процессы, они ассоциируются, как правило, с макроскопическим отликом, с отликом среды как цел. То есть, если генерация гармоник высокого порядка – это микроскопический отлик среды, то генерация торгерцового излучения, как правило, ассоциируется с макроскопическим отликом среды. Вместе с тем, существует сейчас ряд экспериментов, которые показывают общность этих явлений, поскольку они, во-первых, происходят совместно, и, во-вторых, особенности генерации гармоник и высокого порядка и особенности генерации торгерцового излучения демонстрируют похожие, похожие эти особенности, эти явления коррелируют. То есть, существуют такие области, вариации параметров, при которых, ну, примерно одинаково происходит поведение зависимости интенсивности от интенсивности гармоник, параметров и генерации торгерцового излучения. И это натолкнуло нас на мысль о том, что у этих явлений может быть общая природа, и она, соответственно, базируется на микроскопическом отлике атома, а среда является неким таким дополнительным агрегатором, который усиливает, в частности, генерацию торгерцового излучения. Зачем нужно вообще исследовать эти явления? То есть, вот эти явления, они интересны не только с фундаментальной точки зрения, но и у них есть ряд таких привлекательных прикладных аспектов. Вот, в частности, генерация гармоник высокого порядка. Это явление, которое позволяет получить источник когерентного излучения в ультрафиолетовой и мягкой рентгеновской области. И, соответственно, если развить, если разработать такую схему и повысить эффективность генерации гармоник высокого порядка, то можно, ну, условно, приблизиться хотя бы по длине волны к источникам таким, как, вот, например, лазерно-свободных электронов. Это уникальные большие установки, дорогостующие установки класса Megascience, которые не может позволить себе одна лаборатория. И даже порой одна страна не может себе позволить. В частности, есть европейский лазерно-свободных электронов, который построен в содружестве целого ряда стран, в том числе и Российская Федерация является также обладателем акции этого лазерно-свободных электронов, причем в достаточно солидном режиме. То есть, иными словами, эта дорогостующая установка, она, конечно, генерирует очень яркое излучение с уникальными предельными параметрами, которые это излучение интересно поисследовать на предмет, как бы, результатов взаимодействия этого излучения с веществом. Генерация гармоник высокого порядка, она, конечно же, не дает излучение столь яркое, но, соответственно, она, ну, по параметрам длины волны, длительности импульсов и так далее, она приближается к лазерно-свободных электронам. Но у него есть основное преимущество в том, что это компактная установка. Она может быть собрана в, соответственно, в лаборатории, небольшой, но, в частности, в этом зале она может быть собрана. Но, конечно, там есть ограничения на вакуум, это должна быть вакуумная установка с высоким вакуумом, для того, чтобы излучение не поглощалось и так далее. Но, тем не менее, это вот основное преимущество, это, соответственно, компактность. И она, эта установка, основана на эффекте генерации гармоник высокого порядка, может быть использована в качестве таких проведений предварительных исследований перед, соответственно, исследованием на лазерных свободных электронах, в котором есть очередь, они дорогостоящие, и, соответственно, время работы конкретной группы на установке ограничено. Поэтому эта группа научная должна быть подготовлена, образцы должны быть правильные и так далее. Вот такие предварительные исследования могут быть, образцов могут быть проведены на установках, основанных на генерации гармоник высокого порядка. И в связи с этим, соответственно, вот область генерации коротковолнового когерентного излучения и длинноволнового когерентного излучения, она становится такой достаточно привлекательной с точки зрения развития применений этому излучению. Не только для того, чтобы исследовать вещество, как, например, XMCD-эффекты, в частности, даже NECSAVS-методы применялись на, исследовались на установках, основанных на эффекте генерации гармоник высокого порядка, но и, соответственно, гармоники, которые генерируются в газовых средах, в плазменных средах, могут помочь улучшить когерентные свойства излучения лазерных свободных электронов, если использовать это излучение, если использовать гармоники в качестве затравки в этих больших установках. Тергерцовая область, о которой сегодня многократно говорили, также является привлекательной с точки зрения приложений, поскольку именно в этой области высокомолекулярные соединения обладают уникальными линиями, и, соответственно, спектроскопические методы становятся очень чувствительными и могут быть адаптированы к биомедицинским приложениям. Это все предвосхитило бурный рост публикационной активности в этих двух областях. Мы видим, что, начиная где-то с 1990-х годов, практически линейная или, может быть, экспоненциальная зависимость количества статей, связанных с генерацией гармоник, публикуется в мире, и тоже линейная, такой хороший, завидный, линейный рост статей, связанных с генерацией и применением тергерцового изучения. Все это как раз доказывает актуальность исследований физики процессов генерации гармоник высокого порядка и генерации тергерцового излучения, которому посвящена настоящая доклад. Как я и говорил, мы развиваем теорию отлика как одиночного атома, так и протяженной среды на воздействие интенсивного лазерного поля с использованием уникального непритурбативного подхода. В первом случае непосредственным образом, в втором случае мы среду представляем как набор атомов, параметры взаимодействия которого рассчитываем с помощью нашего непритурбативного подхода, который, соответственно, основан на решении уравнения Шрёдингера с гамильтонианом, который представлен на слайде, и мы используем для его, для разложения волновой функции два базиса точных решений. В первую очередь точные решения кровевой задачи свободного атома, которая хорошо известна, для подобного атома она описывается в аналитических функциях, а вторая кровевая задача это кровевая задача об атоме в поле, гамильтониан, это кровевая задача, он совпадает с гамильтонианом сходного уравнения Шрёдингера, и, соответственно, точное решение, оно тоже может быть получено, задача может быть решена, и эти два базиса волновых функций кровевой задачи свободного атома, и кровевой задачи об атоме в поле формируют два ортонормированных базиса, могут быть выражены друг через друга, используя сразу два этих базиса из исходного уравнения Шрёдингера можно подойти к системе дефицитальных уравнений для амплитуд населенности уровня непрерывного дискретного спектра. Вот характерный вид одного из уравнений этого системы представлен на слайде. видно, что эта система дефицитальных уравнений зависит от матричных элементов оператора В, которые имеют такой экспоненциальный вид. Чтобы продемонстрировать преимущество данного подхода, преимущество использования волновых функций, кровевой задачи об атоме в поле, вот здесь сейчас появится видео, в котором мы увидим, да, благодаря... в котором мы увидим, что волновые функции кровевой задачи об атоме в поле, они зависят от времени, ну и от амплитуды поля. Они зависят от времени, как от параметра. И благодаря этому мы можем визуализировать эти волновые функции и увидеть, что они различны при различных значениях амплитуды лазерного поля. Вот на слайде представлена волновая функция кровевой задачи об атоме в поле, 1С-состояние. Она стартует с, соответственно, с такой же себе подобной волновой функции кровевой задачи свободного атома, но при увеличении поля мы видим, что появляется, во-первых, не только действительно, но и мнимая компонента, и она с увеличением поля может... в ней можно проследить признаки волновых функций свободного атома с различным значением орбитального квантового числа, то есть там S-орбиталь, P-орбиталь можно увидеть, D-R и так далее. Но все это волновая функция, волновая функция кровевой задачи об атоме в поле, соответствующая 1С-состояние. Как выглядит решение... Как выглядит решение системы уравнений? Вот на слайде, на двух слайдах назад представлено характерное уравнение. Конечно же, оно содержит в себе... Эта система уравнений содержит в себе бесконечное количество уравнений, поэтому мы должны выбрать некую модельную структуру уровней атома. Чуть позже я расскажу, как мы выбираем модельную структуру уровней атома. Ну вот представим, что мы ее выбрали, и выбрали такой, что... Пусть это будет атом аргона, и мы выбрали 13 дискретных уровней атома аргона, так, чтобы они, соответственно, поместились в вот этой области между основным состоянием и инвестиционным потенциалом. Пренебрегли влиянием континуумных уровней, тем самым мы ограничили область интенсивности, которая может адекватно описать это модель атома при взаимодействии с лазерным полем. Ну вот выбрали двухчастотное лазерное поле, омега-2-мега, поляризации разные, и рассчитали систему уравнений. И мы увидели, что... Ну вот, в частности, можно посмотреть, как зависит населенность уровней от времени. Видим, что начинается все с основного состояния дальше. В центре импульса населенность возбужденных уровней становится сравнимой. С населенностью основного состояния и дальше, соответственно, вся населенность находится на возбужденных уровнях. Ну и на основном состоянии тоже немножко есть. Ну, в основном все атом в результате такого взаимодействия перешел в суперпозиционное возбужденное состояние. Это, конечно же, повлияло на волновую функцию. Если мы ее восстановим и просмотрим динамику, то мы видим, что она начинается с 3P состояния, то есть с P-орбитали, а дальше в центре импульса мы видим, как видоизменяется эта волновая функция. Здесь можно увидеть и признаки P-орбитали, D и F и так далее. То есть вот волновая функция становится... Такая волновая функция становится такой сложной, богатой, что неизбежно приводит к генерации и гармоник в том числе. Вот здесь на слайде представлена некая такая вывеска из этого видео. Но для того, чтобы рассчитать вот эти нелинейно-оптические явления, как генерация гармоник высокого порядка и генерация торгерцового излучения, недостаточно решить эту систему уравнений. Необходимо еще рассчитать ток атомного отклика, поскольку его спектр в дальней зоне совпадает со спектром генерируемого излучения. В рамках подхода ток рассчитывается в таком виде, он снова зависит от матричных элементов оператора V, от населенности уровней, от динамики населенности уровней. И, соответственно, мы его можем вместе с решением системы дефинциальных уравнений рассчитывать и смотреть в его спектр. В чем преимущество вот такого нашего непертурбативного подхода с точки зрения генерации гармонии? Преимущество заключается в экспоненциальном виде оператора V, поскольку благодаря его экспоненциальному виду, если мы разложим оператор V в ряд, то мы увидим, что он содержит в себе все степени поля. Или, что то же самое, он содержит в себе многоквантовость процесса произвольного порядка. То есть, есть и одноквантовое поглощение, испускание он описывает, содержит в себе двуквантовое поглощение, испускание фотона 2 омега, поглощение N квантов, при, соответственно, испускании кванта N омега. Соответственно, все нелинейности задачи, которые присутствуют, они учитываются в явном виде оператора V. Вторым преимуществом данного подхода является в том, что вот этот матричный элемент, от которого много чего зависит в нашей системе, в нашей непертурбативной теории, он может быть рассчитан в аналитическом виде, если мы используем водородоподобные волновые функции краевой задачи свободного атома. Сложную структуру имеет явный вид оператора V, но она аналитическая, это очень здорово. И мы можем, соответственно, посмотреть на динамику изменения величины матричного элемента от, соответственно, величины поля, поскольку матричные элементы зависят от поля, мы видим, что дипольно-запрещенные переходы, матричные элементы, которые вычислены для дипольно-запрещенных переходов, они в данном случае не равны нулю, но они существенно меньше, чем, соответственно, вернее, их величина, скорость роста их существенно меньше, чем скорость роста матричных элементов, рассчитанных для дипольно-разрешенных переходов. А в области околоатомных полей эти матричные элементы для всех переходов становятся соразмерными, и это как раз доказывает и необходимость учета всех переходов между всеми уровнями в данном техническом подходе. Еще одним преимуществом является то, что матричные элементы дискретно-континуумных переходов также являются аналитическими функциями и могут быть вычислены до проведения численных исследований. То есть... И вот они, да, имеют компактную структуру, поскольку и в области слабых полей, и в области сильных полей мы видим, что матричные элементы, они осциллируют в некой ограниченной области вариации волнового вектора К или... волнового вектора К или фотоэлектроны, или, соответственно, его энергии. И мы можем локализовать эту область, дискретизировать ее для того, чтобы достичь необходимую нам точность расчета. То аналитичность расчета матричных элементов позволяет нам, ну, проводить некие такие предварительные исследования перед проведением численных расчетов для того, чтобы понять, какие уровни, как мы должны выбрать модельную структуру уровня атома для того, чтобы, соответственно, не сильно... не привнести ошибку, существенную ошибку в расчет. И для того, чтобы контролировать эту вещь, мы рассчитываем перед проведением численных исследований полноту ограниченного базиса. Она, соответственно, также может быть рассчитана до, как я сказал, до проведения расчетов. И выбирая, какое количество уровней мы должны учесть, мы это связываем с амплитудой поля лазерного импульса. У нас это в обезразмеренных величинах, это параметры миноль, которые пропорциональны на амплитуде поля. И, соответственно, для проведения численных расчетов, перед проведением численных расчетов мы рассчитываем параметры миноль, то есть задачи, которые мы пытаемся посчитать, и, соответственно, выбираем модельную структуру и следим за полнотой базиса, ограниченного базиса уровня. Повторюсь еще раз, выбрав какое-то количество уровней, например, как представлено на слайде для атома водорода, мы вынуждены рассчитывать матришные элементы между всеми переходами, диполь запрещенными, диполь разрешенными и так далее, и только это позволит нам, соответственно, грамотным образом дискретизировать и выбрать модель для решения задач. С точки зрения лазерного поля у нас не накладывается никаких ограничений на параметры этого лазерного поля. Это может быть произвольно поляризованное, многокомпонентное лазерное поле, которое описывается необходимым нам образом. Чаще всего мы используем, соответственно, гауссовский профиль импульса, то есть мы используем импульсное поле, длительность импульса лежит в фемтосекундном диапазоне от единиц, десятков фемтосекунд до, соответственно, сотен фемтосекунд. Поляризация поля может быть линейной, эллиптической, циркулярные также, компоненты поля могут быть одночастотные, двухчастотные, направление поляризации тоже может быть варьироваться, и, соответственно, здесь полная свобода с точки зрения определения векторного потенциала электромагнитной волны. И схема выглядит снова следующим образом. Мы берем поле, которое необходимо, например, для проведения каких-то экспериментально ориентированных исследований, выбираем модельную структуру атомов, рассчитываем ток и смотрим на его спектр. Вот в данном случае, поскольку у нас поле имеет такую сложную трехмерную структуру, ток также имеет трехмерную структуру, и спектр тоже имеет проекции вдоль направлений, вдоль поляризации компонент поля, он содержит в себе как четную, как нечетную гармонику, поскольку это двухчастотное лазерное поле дистанции фирового лазера, и также содержит в себе не нулевой отлик на нулевой частоте, который мы ассоциируем с трагерцовым излучением, поскольку длительности воздействующих импульсов у нас лежат в фенкосекундном временном интервале, в временном диапазоне. Это что касается модели, которая описывает у нас отлик одиночного атома. Для того, чтобы быть ближе к эксперименту, для того, чтобы проводить и экспериментально ориентированные исследования, и для того, чтобы исследовать отлик среды, и особенность этого отлика, мы предложили некую инфрационную модель, в рамках которой среда представляет собой набор невзаимодействующих атомов, расположенных в пространстве ограниченной средой, взаимодействующей с, соответственно, с лазерным полем. Отлик одиночных атомов рассчитывается с помощью непертурбативного подхода, а на детекторе собирается векторное поле от суммы отлика вот с помощью такой формы. Вот, в частности, например, мы моделировали отлик атома аргонного здесь двухчастотного лазерного поля, учитывали мы... Интенсивность лазерного поля была не очень большая, поэтому мы учитывали только дисперсию, соответственно, импульсы у нас расплывались, а поскольку плоские волны и не было фокусировки, соответственно, гаусский профиль лазерного... профиль огибающего лазерного импульса, он сохранялся. И видно, что, да, можно провести расчеты от эргерцового излучения в различных зонах в центре пучка и на периферии пучка, и мы видим, что поскольку интенсивность разная и сигнал тоже, периферия пучка, она влияет хуже, и эффективность генерации эргерцового излучения уменьшается. И, соответственно, вот если мы сделаем стресс такой, вдоль оси распространения импульса, то мы увидим, что эффективность генерации эргерцового излучения отдельного... генерируемого отдельным атомом, она, соответственно, осциллирует и зависит от координат этого атома, что неизбежно сказывается на частотном угловом спектре суммарного генерируемого излучения. Вот этот... Вот эта самосогласованная модель отвлека ансамбля атомов, то есть отвлека среды, была опробирована при проведении экспериментальных исследований. Особенности как генерации гармоник высокого порядка и в газах, и в кластерных средах, и в плазме, так и... да, и генерации эллиптически парализованного излучения, так и генерации эллиптически парализованных гармоник высокого порядка, так и генерации трагерцового излучения в газах. И эта модель позволила получить результаты, которые достаточно неплохо, качественно, на некоторых случаях и количественно, совпадают с соответствующими экспериментальными зависимостями. И вот дальше я хотел бы обратить ваше внимание на ряд результатов, которые получены с помощью... уже теоретических результатов, которые получены с помощью вот этого самосогласованного теоретического подхода. Ну, в первую очередь начнем с генерации гармоник высокого порядка. Это с помощью... да, генерации гармоник высокого порядка. Обычно вот в рамках трехступенчатой модели, которая является такой очень простой, доступной, она называется либо трехступенчатой, либо Simple Man Model. Автором, соответственно, она была введена именно таким названием, то есть она простая модель. В рамках этой модели генерация гармоник высокого порядка ассоциируется с ионизацией атома. Соответственно, первый шаг этой трехступенчатой модели это ионизация атома, дальше движение, набор энергии электронов полиэлектромагнитной волны, а дальше идет процесс рекомбинации. Вот в рамках нашего подхода мы можем показать, что ионизация атома как таковая не является необходимым условием для генерации гармоник. Вот даже генерация гармоник в двухуровневой системе может быть проведена, ее можно продемонстрировать, поскольку мы работаем с волновыми функциями точными решениями кровевой задачи об этом и в поле. Соответственно, у нас достаточно нелинейности для того, чтобы описывать эти процессы, ну, минуя вот эту стадию ионизации. И вот если мы возьмем двухуровневую систему 1С2П атома водорода, проведем, исследуем динамику населенности, соберем ток, то мы увидим, что... Да, то мы увидим, что в этом токе, в спектре этого тока есть последовательность четных и нечетных гармоник поля, если мы говорим про двухчастотное поле. Или последовательность нечетных гармоник, если мы говорим про одночастотное поле. Для того, чтобы понять, откуда оно берется, мы разложили аналитический вид матричных элементов в ряд по n к dn, это номер гармоники. И увидели, что для переходов 1С1С матричный элемент оператора представляет спектр. Спектр... Вернее, вот это разложение, его можно представить графически как последовательность четных гармоник. А здесь, наверное, да, здесь ошибка, это 1С2П переход, это последовательность нечетных гармоник. Если мы соберем полный ток, то мы увидим снова последовательность нечетных гармоник, которая зависит от параметра А, в котором есть обезонерная амплитуда. То есть без ионизации также могут генерироваться гармоники, в том числе высокого порядка, за счет тех внутриатомных нелинейностей, которые возникают даже при модели Дукурни-Вар. Здесь представлена зависимость, здесь представлены результаты исследования еще одной особенности, возникающей при генерации гармоник, а именно той, что при генерации гармоник высокого порядка существует несколько режимов генерации гармоника. Существует пертурбативный режим, когда он превалирует в области слабых полей, когда интенсивность последующей гармоники, она меньше, чем интенсивность предыдущей гармоники. То есть первая гармоника самая яркая, третья сильно менее яркая, пятая еще меньше, седьмая еще меньше и так далее. Но при возрастании интенсивности воздействующего лазерного поля возникает такая область плато, когда интенсивность гармоники перестает зависеть от ее номера. И эта область заканчивается частотой отсечки, которая в феноменологической теории пропорциональна интенсивности поля. Но вот эксперимент, который проведен был в плазме, при взаимодействии лазерного поля с плазмой, показывает, что эта зависимость, она впоследствии при высокой интенсивности их насыщается. Наша теория тоже предсказывает, соответственно, и линейный рост, и насыщение, причем уровень положения частоты отсечки, оно в эксперименте и в проведенных расчетах у нас совпадет. Разработанный теоретический подход позволил предложить ряд таких новых параметров, которые являются управляющими для параметров гармоник высокого порядка. В первую очередь интенсивности, также эллиптичности и так далее. Ну вот, в частности, угол между линейным поляризацией компонент поля является мощным таким эффективным управляющим параметром, который позволяет оптимизировать эффективность генерации той или иной гармоники, просто варьируя относительное положение поляризации первой гармоники и относительно второй гармоники. И видно, что сополяризованный режим не всегда является наиболее эффективным. Вот, в частности, при данных параметрах лазерного поля небольшой отклонение, небольшой угол между направлением поляризации линейных компонентных волн, он приводит к повышению эффективности генерации гармоник высокого порядка. Также этот параметр, как угол между направлением поляризации компонента двухчастотного воздействия в лазерном поле, является эффективным управляющим параметром для величины эллиптичности генерируемого излучения. И это позволило нам провести такое интересное экспериментально ориентированное исследование по генерации эллиптически поляризованных гармоник высокого порядка в двухчастотных ортогонально поляризованных полях. И нам был предложен эксперимент, который до нас не нашел своего теоретического осмысления. Более того, до нашей статьи, которая была опубликована с коллегами-экспериментаторами, была даже статья, в которой показывалось, что в ортогональных лазерных полях не может генерироваться эллиптически поляризованная гармоника высокого порядка. Проведенные наши численные исследования доказали, что такое возможно, и это связано с такими каскадными переходами, с изменением величины проекции орбитального квантового числа. Вот только вот такие переходы с минус 1, с изменением проекции орбитального квантового числа из основного состояния атома неона, это 2P, с минус 1 на 1 и с 1 на минус 1, они являются, они привносят эллиптичность в генерируемое излучение. Это что касается отклика одиночного атома, а если рассмотреть среду, вот как я сказал, как отклик ансамбля атомов, то здесь модель, непертурбативная теория отклика одиночного атома, инфекционная модель, позволяет исследовать условия как фазового, так и квазифазового согласования, при генерации гармоники. И вот мы видим, что при квазифазовом согласовании, то есть когда у нас среда становится не непрерывной, а прерывной, представляет собой набор газовых струй, то, соответственно, возникают особенности, как в спектре появляются такие характерные области гармоник, которые позволяют, у которых эффективность генерации существенно выше, чем у соседей, так и при зависимости давления. Возникают такие оптимальные значения давления, которые позволяют увеличить эффективность генерации той или иной гармонии. И вот представлены некие такие простые соотношения между макропараметрами среды, которые позволяют оптимизировать генерацию заданных гармоний. И вот было выяснено, что на самом деле интересна такая особенность зависимости эффективного усиления от энергии фотона, которые имеют многопиковую структуру. Она пока не наблюдается в эксперименте, виден только первый пик, а вот второй и третий не видят. И вот это, оказывается, связано с тем, что вот эта многопиковая структура очень чувствительна к точности задания ширин газовых струй. То есть если мы точно задаем величину D, то тогда у нас появляется многопиковая структура. Если, соответственно, мы вводим погрешность задания этого параметра, то эффективность, то, соответственно, интенсивность последующих гармоник сильно падает даже при 1% погрешности. Да. Мы провели некие, соответственно, исследовали влияние параметров как среды, так и параметров лазерного излучения при квазифазовом усилении. И вот показали, что эффективность гармоник должна, определенная группа гармоник должна расти пропорционально лямбда в квадрате, что является таким достаточно хорошим, интересным результатом, поскольку при переходе в область среднего инфракрасного диапазона, то есть при увеличении длины волны, отлик одиночного атома существенно падает. Но вот это может быть частично компенсировано вкладом в квазифазовое согласование. Пару слов про генерацию тергерцового излучения. В наших исследованиях, опять же, генерация тергерцового излучения не обязательно связана с фототоком, и мы показали, что учитывая только дискретный спектр, учет только дискретного спектра, также приводит к генерации ненулевого тергерцового сигнала. Природа генерации примерно такая же. Она связана с динамикой тока. Угол между компонентами двухчистотного поля также является эффективным управляющим параметром при генерации триггерцового излучения. И, соответственно, варьируя этот угол, можно оптимизировать эффективность генерации триггерцового излучения. И эллиптичность излучения тоже. Тоже можно оптимизировать, варьируя этот параметр. Соответственно, существует область вариации углов тета, при которых в случае даже линейно поляризованных компонентов двухчистотного лазерного поля можно сгенерировать высокоэллиптичное излучение. Проведенные исследования, они были для случая, когда у нас направление поляризации лазерного излучения одной компонента совпадает с направлением углового момента. Если мы, соответственно, введем угол между направлением поляризации углового момента атома и направлением поляризации одночастотного поля, то мы должны будем ввести углы эллира, и, как оказалось, они являются еще одними дополнительными управляющими параметрами, которые позволяют генерировать в и одночастотном, и двухчастотном полях даже продольную компоненту электромагнитной волны. Это может быть таким хорошим подспорьем к, соответственно, даже исследованиям внутриядерных возбуждений. В частности, есть такой атом Тори, у которого есть низкоэнергетичное первовозбужденное состояние, которое совпадает с пятой гармоникой титанца-пиро-лазер. И, соответственно, подбирая и длину волны пятой гармоники, создавая эффективный источник излучения близко к ядру, поскольку источником излучения является валентный электрон, можно повысить эффективность возбуждения ядра. Вот мы надеемся, что в ближайшее время будет проведен эксперимент по такому нелинейному лазерному ядерному возбуждению. Это заключение текущего доклада. Пару слов о перспективах. Мы хотели бы... Мы, соответственно, в наших проведенных исследованиях в основном ориентировались на генерацию гармоник в высокопорядке триггерцового излучения в газовых средах, в плазменных средах. А сейчас хотим перейти к твердому телу и рассчитывать отлик генерацию гармоник триггерцового излучения в конденсированных средах. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Пожалуйста. Нет, температуру мы не рассматриваем. Мы в плазме учитываем. Плазма для нас это среда, у которой показатель преломления, который используется для описания распространения воздействующих волн, он у нас зависит от, соответственно, концентрации плазмы. Температуру мы... А начальность же зависит от температуры, уровня? Да, безусловно, но мы считаем, что у нас слабо ионизованная и разреженная плазма. А вот, например, там какое-нибудь распределение планка и всё. То есть... Пока до этого... Вероятность перемножать. Там хватает мозг на вашу... Да. Нет, пока руки не дошли. Спасибо за интересную лекцию. У меня вот вопрос по поводу вашего метода. Вот на слайде, где вы его вводили, у вас там внизу были уравнения для амплитуд связанных состояний, такие дифференциальные. Я думаю, вы их решаете. А вот это амплитуды состояния, то есть вы раскладываете по полновым функциям свободного атома, правильно? Вот это система уравнений. Вернее, это уравнение системы уравнений. Вот по левой столбцу, да? Да, да, да. Она на самом деле, ну, написана в неком общем виде, да? Если мы учитываем вклад континуумных уровней, то здесь, соответственно, плюс будет интеграл. Соответственно, соответствующий континуумный уровень. Нет, это амплитуда разложения по полновым функциям, которые в левом столбце или в правом столбце? Которые в левом столбце. Ну, с использованием правого столбца. Хорошо, тогда вот объясните, а зачем, если такие же уравнения вы могли бы получить, просто используя, значит, без вашего вот этого нового подхода? В общем, тогда вы говорите о каких-то новом базисе. То есть вот эта краевая задача и волновые функции нам необходимы для того, чтобы учесть симметрию, изменение симметрии задач. Потому что в случае, например, атома водорода и слабого поля у нас симметрия задачи почти сферическая, поскольку одинное состояние. Если мы вот волновую функцию, одинное состояние, если мы атома водорода будем взаимодействовать с интенсивным лазерным полем, то тогда у нас возникнет аксиальная симметрия. Вот для того, чтобы учесть изменение симметрии, нам необходимы вот эти вот точные решения, первые задачи об этом их поле. Хорошо, спасибо. Вы хотели задать вопрос. Вот вопрос, оно у вас как генерируется как-то непрерывно, перестраивают, можно его перестраивать, или у вас только конкретные частоты, вот атомы, которые... Да-да-да. То есть у вас прям можно в трагерцах вот атомы, то, что трагерцовое излучение генерирует, можно прям перестраиваться по спектру или как? Вот этот спектр, он такой, какой есть. Он широкополосный, но, конечно же, он зависит от параметров поля. И в этом смысле его, конечно, можно перестраивать, варьируя параметры поля. Условно, если мы ведем чирп, то спектр изменится. Если мы длительность симпульса возьмем в другую, спектр тоже изменится. В этом смысле, конечно, да, можно варьировать, но вот... ну да, да, можно варьировать. А центральную частоту? И центральную частоту тоже можно варьировать. А в каких диапазонах? Ну, видите, здесь вот даже 50 ТГц, да, вот, если мы, соответственно, центральная частота у нас будет зависеть не только от параметра глазного поля, но и от среды, но вот, соответственно, нелинейности, которая у нас возникает, например, токсинон, она будет другой, но я сейчас не готов сказать, каких параметров, но там будет коротковая волновая, длинноволновая часть. Но у вас, если что, есть установки, которые... Это теоретическая работа, установок нет. А когда будут экспериментальные реализации, как скоро можно ожидать? Ну, экспериментальная реализация уже была. Ну, я вот имею в виду по генерации, вот, допустим, 3-герцового излучения на данных частотах. Ну, вот здесь экспериментальная реализация была, и вот здесь мы пытались понять, какие режимы... Ну, то есть установка есть, которая... У нас есть коллеги, которые экспериментальны, которые периодически делятся с нами своими результатами, которые сложно объяснить. Мы с ними работаем. Коллеги тоже из МГУ? Из МГУ, да. Это группа профессора Шкурина. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Аркадьевич, пожалуйста. Итак, предложена техника решения задач, которой раньше не было, и спасибо за доклад, мне было очень интересно. Вот, следующий, конечно. Вот. Возникает вопрос, а показали ли вы, вот есть ли у вас такое решение, когда вы решаете задачу способом, ну, например, 1, а потом показываете своим методом, уходя... То же самое. То же самое, и потом показывая, где этот способ 1 перестает работать. Можно привести пример какой-нибудь такой, ну, красивый, как для студентов? Ну, мы проводили такие исследования? Ну, например, резонансный, вот про атом водорода говорили вы, но у вас лучше всего, ну, больше всего расчетов, и на этой школе были работы, где пытались учитывать резонансное взаимодействие с какими-то там энергетическими состояниями атома водорода. Вот, с моей точки зрения, заведомо выходя за это приближение, ну, когда один уровень, я считал, что там надо много уровней считать. Вот можете сказать, когда в атоме водорода, скажем, резонансное взаимодействие с, ну, однофотонное, перестает работать, а надо учитывать все ваши учитываемые переходы туда, в континуум и так далее? Чтобы ответить на ваш вопрос, да, он очень большой и объемный, спасибо большое, нужно провести соответствующий исследование. Конкретно для резонансных переходов мы такие работы не проводили, да. Но мы проводили, методически полезно, конечно, да, согласен, мы проводили сравнение нашего подхода с дипольным приближением и показывали, где один работает, а где один не работает, это вот есть, в частности, диссертацию. В частности, это... И еще, пожалуйста. Ну, давайте. А почему вы в расчетах используете в основном аргон? Почему не какой-то водородоподобный, там, цезер-убитель? Почему аргон? Так совпало. Мы проводили исследования для аргона, для неона, для атома водорода, но в основном благородные газы, поскольку мы хотели быть все ближе к эксперименту, да, аргон, неон для генерации гармонии. Высокого порядка это хорошо, ксенон хорошо для генерации репетцовых лучей. И тори, вот такой набор у нас. Какие-то многоэлектронные волновые функции надо использовать? Всегда следили за валентом электронов. Один? Один, да. Спасибо. Но многоэлектронная задача, она учитывалась тем, что мы уровни, энергии уровней подбирали те, которые у реального атома. Хорошо, я позволю себе вот маленькое-маленькое, вот в продолжение вопроса Пахомова, вот на шестом слайде правая система уравнения, да, вот, значит, где фиен зависит от параметра, значит, от времени как от параметра. Я так понял, вы эту систему не выводили, вы ее задали. Вот это... Вот эту вот систему. Это является точным решением вот этой задачи. Да, но время у вас там как параметра. Как параметра, да. В уравнейшие люди на гера стоит производная. Производная, а здесь время как параметра. Я понял, вы ее задали. Задали. И у вас, вот, вы получили ортогональный набор функций, да? Да. И потом подставляете их уже в уравнейшие люди, не стационарные. Не стационарные, все верно, да. Такой подход. Вот скажите, пожалуйста, этот подход ваш оригинальный или он кем-то был раньше использован? Ну, это подход моего научного руководителя. Понятно. Это, как сказать, это идея, которую мы развиваем с Анатолием Васильевичем Андреевым. Понял, понял. Вот. И изначально, как бы, была его статья в джетфе в 99-м году. Понятно, понятно. А потом, соответственно, прием в лабораторию, я подкрутил его мысли. Я хочу сказать, что это очень такой нетривиальный подход, да? Но я бы не догадался бы вот так вот использовать. Понимаете? Это просто мой комментарий. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Давайте еще раз поаплодируем.